Братья и сестры, мир вам! И вот мы можем сказать, каждый за себя, мирное мое сердце, мир не находится в сердце моем, или, может, какие-то переживания. Знаете, мы сегодня слышали уже слово, нам первый брат говорил, и там были такие слова нам напомнены, что Господь желает дать нам утешение, свою отраду. Для этой благовременной жизни помощь нам должен послать, или посылает нам. И, братья и сестры, мы очень счастливы, что мы на этом месте. Слава Богу, да, друзья? Почему? Потому что мы в Америке живем, уже, может, многое время жили, и было хорошо, было отрадно, было все нормально, а вот сейчас время поменялось. Вообще другое время. Я думаю, что как никогда мы нуждаемся в этой благовременной помощи от нашего Господа. Знаете, у нас дети спрашивают, молодежь спрашивает, наши внуки спрашивают иногда, что, а что происходит? А что будет дальше или как? От нас, взрослых и старших. И мы должны тоже им сказать. И как мы говорим, это зависит от нас. То, что у нас, то, что мы приняли, в чем мы возросли и в чем мы пребываем, это только мы можем сказать. Поэтому, друзья, когда мы приходим на эти служения, знаете, они так, может, в настоящее время где-то они сокращенные, где-то над нами наблюдают, где-то нам запрещают даже что-то делать в нашем служении. И мы, имея такое время, должны особо быть внимательны к слышанию Слова Господнего, чтобы все-таки нам оказаться верными до конца и пройти этот путь, и прийти в небо. И должны быть особенно внимательны к себе. То есть, не наблюдать за другим, сидящим рядом, за братом или сестрой, но должны наблюдать за собою. И сегодня, тем более, мы пришли сюда, на это место, чтобы приобщиться к телу, крови нашего Господа, чтобы иметь в себе жизнь. И я хочу прочитать слова Христа. Это шестая глава Евангелия. Вы все это знаете. Знаете, братья и сестры, я ничего нового не скажу. А только хочу поделиться тем, что я знаю, и вы это знаете, эти слова истинные и слова Божьи. И Христос сказал, что ни одна черта, ни одна иота из закона не пройдет, пока все не совершится. Вы счастливы, друзья, да? Что над нами все совершится во благо для нас? А, братья и сестры? Слава Богу! Слава Богу! Мы имеем эту уверенность. Мы имеем эту уверенность. И говорим, что бы ни было, как бы ни было, но мы пройдем. Почему? Потому что Господь нам помогает. Слава Господу, друзья! Слава Ему! И здесь, смотрите, Христос, когда окружали Его люди, и Он говорил, истинно, истинно говорю вам, «Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я хлеб жизни. Отцы ваши или манну в пустыне умерли. Хлеб же, шешет с небес таков, что ядущий, его не умрет». То есть, как и в далекой древности мы читаем, люди стремились к жизни. Люди искали жизнь. Люди хотели жить. Мы тоже хотим жить, да, друзья? Хотим жить, конечно. Жизнь прекрасная, жизнь хорошая. И вообще у человека в генах вот заложено стремление к жизни. Стремление к жизни. Как бы ни было, тяжело, может быть, заболел человек, но все равно он прилагает все усилия, все старания. Я думаю, что и здесь, в вашей церкви, тоже происходит такое. Когда вы молитесь за исцеление, и выходят пожилые люди, уже старушки или братья уже, старички такие в годах, уже за 80. И мы подходим и спрашиваем, что ты, брат, хотел или сестра? Да вот болею. Помолитесь за исцеление. Я говорю, ну, слушайте, ну, 80 лет. Уже можно было так сказать, что, Господи или братья, помолитесь за меня, чтобы Бог меня приготовил. Я хочу переселиться уже в небеса. Нет, все равно хочется жить. Понимаете? И это хорошо. Почему? Потому что Господь вложил в нас это стремление к жизни. И здесь мы видим, что Христос говорит такие слова. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческой, пить крови Его, то не будете иметь в себе жизнь. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя есть истинное питье». Слава Богу! Это Христос говорил о себе. Он предлагал жизнь. Жизнь. И сегодня мы понимаем, это жизнь в Иисусе Христе, в Его крови и в Его теле. И мы сегодня рассуждаем. И как даже апостол Павел, мы читаем в Коринфянах, он говорит, чтобы мы рассуждали. И даже, смотрите, здесь он в 10 главе, апостол Павел говорит такие слова. Очень интересные слова. То есть, чтобы мы это не делали как по обычаю, или, может, как-то по обыкновению. А здесь Павел говорит такие слова. 10 глава, 15 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, несли приобщение крови Христовой». То есть, мы должны рассуждать. Мы берем эту чашу и приобщаемся. И апостол Павел нас призывает к рассуждению. Хлеб, который проломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли они жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники приносят жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господнюю, и не можете пить чашу Бесовскую». То есть, вот мы сегодня рассуждаем. И здесь дальше Павел говорит, что чтобы мы рассуждали и участвовали достойно. Но как мы рассуждаем? Вот сегодня уже братья нам говорили. И особенно было прочитано о том, что как Христос пострадал, как Он умирал. И нам сегодня предлагается, Христос, Он кроткий агнец. Он чистый агнец. Он принес Себя для нашего искупления. И мы приобщаемся к Нему, к Его крови и к Его телу. Значит, мы тоже должны быть причастны Его. То есть, мы должны тоже быть безгрешны. Мы не должны быть никакой вины на нас. Мы должны быть святы и непорочны. И вот мы рассуждаем. Так, ну, Алексей, как ты? Вообще, вот прошел эту неделю, и это время прошло, пока было последний раз причастие. Как ты ходил? Что ты делал? Как ты поступал? Что ты говорил? Мы начинаем рассуждать. Мы молимся, просим Господа, чтобы Господь нам, может быть, на наши мысли принес то, что или положил то, что мы делали, может, уже забыли. И это приходит к нам. И мы начинаем исследовать себя. И если что-то мы находим в себе, мы начинаем что говорить? Господи, прости, да, друзья? Так мы. Мы молимся, просим, Господи, ты прости меня. Я хочу... Вот мы прочитали. То есть, апостол Павел говорит, посмотрите на Израиля, те, которые едят жертвы. Они участники этой жертвы. И Христос принес себя для нас, чтобы мы были причастниками жертвы, то есть, тела и крови Иисуса Христа. Мы, чтобы стали общниками Его. И мы вообще-то общники, да, Его, друзья? А, братья и сестры? Мы общники Христа. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Но если мы находим в себе какие-то недостатки, мы просим, Господи, прости. И что самое главное, Господь прощает нас. И мы имеем дерзновение протянуть руку свою не для суждения, но для спасения. И вот, братья и сестры, откуда у нас приходит победа? Откуда приходит к нам вера, когда мы причащаемся и приобщаемся к жизни, к жизни, и в нас пребывает жизнь Иисуса Христа. Вот это помощь для благовременной жизни. То есть, вот это непостоянно, то есть, это временная жизнь, она все равно придет к концу. Мы же не будем здесь жить во веки веков. Тысячи, тысячи лет. Мы знаем, что все равно сколько-то мы проживем и уйдем с этой земли. И даже мы видим, что и молодые люди уходят. И мы говорим, как-то без времени человек ушел. Но все-таки мы имеем в себе жизнь. И мы видим, друзья, что в настоящее время нас окружает от общества развитая цивилизация, развитые технологии. все так, знаете, прогрессирует. Вот даже мы смотрим, вокруг нас какая техника, какие машины, все быстро-быстро переходит, все как бы на высший уровень. Но одна цель у человека самая важная. Мы видим, что человек хочет жить. И для этого человек миллиарды-миллиарды вкладывает в эту систему, чтобы продлить жизнь свою, чтобы прожить. А мы, друзья, в что вкладываем? Чтобы нам прожить. А, братья и сестры, что мы вкладываем? Во что вкладываем мы? Вот силы свои, здоровье, мы работаем, мы суетимся, заботимся. Ну и, знаете, я вчера был здесь у одного нашего брата, он был в Сакраменто, и он жил в Сакраменто, и был в церкви Вифане, и даже в 14-м отделении. Ну, мы когда подошли, подъехали к нему, так есть на что посмотреть. Домик такой прекрасный, машинки хорошие стоят. Но это как бы, оно и надо, да, друзья? Это же надо. Но если мы это временно не считаем, что оно вечное, и в нашем сердце заложен такое, ну, тоже такое понятие, и мы знаем, что это все уйдет. Все это временно, все у нас горит. А то, что мы вкладываем в эту жизнь, чтобы достигнуть жизни вечной, достигнуть Царства Небесного, быть там во веки веков, то это у нас как бы должно быть на самом первом месте. А, братья и сестры, жизнь вечная? Я думаю, мы пришли с таким желанием сегодня. Чтобы приобщиться опять к жизни. То есть, к Иисусу Христу. Мы слышали, я прочитал 6 глава Евангелиана. Христос сказал, что кто не будет есть плоти человеческое и пить крови его, он не будет иметь жизни вечной. Едущая мою плоть и пьющая мою кровь имеет жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Иисусу, друзья! Братья и сестры, слава Иисусу! Слава Иисусу! Что-то, я смотрю, вы на хвалу Господу так ограничены как-то. Братья и сестры, мы собираемся специально вместе прославить нашего Господа. Смотрите, первое послание Иоанна, Иоанн прямо говорит, «И как мы ходим во свете подобного, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». А, друзья? Как дорого общение! А мы видим, что этот мир дьявол, он хочет лишить церковь, чтобы церковь не имела общения. Понимаете? Чтобы церковь не имела общения. И мы даже знаем, жили мы в бывшем Советском Союзе, и там тоже такое было. Вот смотрите, я знаю одного брата, правда, я с ним никогда не встречался, не беседовал, но я слушал его интервью. Это Риховский был, Василий его звали. Он уже ушел в Вечность, он узник, он жил в Москве. И он говорит, его вызвали эти КГБ и говорят, что, ну, ты отрекись от Духа Святого. И от этих особенно омывение ног. Почему? Потому что нас, 50-никам, считали изуверами, что мы это молились на их языках, это говорили, что это голослали, нас, в общем, по всяким потежам склоняли. И говорили, что это омывение ног, это тоже изуверские обряды. И даже такое, я сам лично читал, в газете было написано, что они там ноги моют и в эту воду пьют еще. Понимаете? Ну, это слословили нас. И Василий говорит им, говорит, слушайте, как я отрекусь от Духа Святого. Это же Бог. Как я отрекусь? Ну, я не могу это сделать. Не могу. Это же Бог. Как я от Бога могу отреклись? Понимаете, друзья? И вот сегодня другое положение в Америке. Примерно губернатор создает там закон и он говорит, что вы должны составлять дистанцию, вы не должны встречаться, вы должны то-то, то-то делать, маски одевать и все такое прочее. Ну, а мы спрашиваем, слушай, дорогой, а кто ты для нас? Церковь, она подотчетна Христу. Да, друзья, братья и сестры? Мы Христу подотчетны. А то, что они нам говорят, они для нас не касаются. Почему? Потому что все-таки большое дело, друзья, вера. Вера. Вот когда у нас вера и двигает нами, и мы идем по вере, по этой жизни, то для нас остальное все как бы ссор. Ссор. А вот то, что эти заповеди, то, что Господь для нас оставил, мы сегодня этого держимся и действительно мы ходим верою пред нашим Господом. И знаете, друзья, смотрите, даже здесь вот апостол Павел евреям во второй главе говорит такие слова. 13 стих. И еще я буду уповать на него и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. То есть упование не только как бы за себя человек говорит, но и за детей своих. Он имеет дерзновение такое, и он дальше говорит. И как дети причастны плоти и крови, то он также восприемлем онное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявол. и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ой, как быть рабом тяжело. Как рабом быть трудно. Почему? Потому что раб не имеет своей воли. Над ним господствует господин. Но мы добровольно сегодня отдали себя в рабы Иисусу Христу. Только от нас зависит тоже. Но если я раб Христа, то я должен стремиться исполнить то, что Господь для меня определил, чтобы достигнуть неба. Быть Ему верным, быть, ну, действительно так, славить Его, благодарить. И смотрите, друзья, как дети причастны, так и мы. Мы же дети Иисуса Христа, мы дети Божьи. Но вот пусть Господь поможет нам. Почему? Потому что все-таки мы знаем по обстоятельствам жизни и тому, как Господь пророчески возвещает церкви своей, что времени того, в котором мы жили, уже не будет. Как мы жили спокойно, мы когда вставали утром с нашей постели, одевались, умывались, благодарили Бога, становились на молитву, и у нас как-то уже была цель назначена этого дня, и мы были уверены, что как будто мы пройдем этот день так. И было годы, годы были, друзья, годы, мы жили здесь, и нам было хорошо, было приятно. А теперь, смотрите, не получается. Ограничение, ограничение. но все-таки, друзья, у нас должна быть вера. Мы должны все переходить верою. Мы должны переходить все верою. И уповать надеяться на нашего Господа. Мы знаем, что наши друзья, братья и сестры, прошли очень много примеров веры, когда они переносили эти страдания, переживания, трудности, и все-таки они достигли того, к чему стремились. И я уверен, братья и сестры, если мы будем стремиться, будем искать общение с нашим Господом, то есть, знаете, недавно у нас было сказано такое пророчество, что я поведу или ввожу уже, даже было сказано, ввожу, точнее, церковь в пустыню. В пустыне. Вы понимаете, что такое пустыня? Кто был в пустыне? Может, там прожил несколько дней? Или переезжал ее? Я даже помню, знаете, было написано еще в Советском Союзе, в годной газете, была такая заметка, нашли там в казахских степях, там в пустыне нашли, машина стояла. И там машины никого не было, и вареньем было на газете написано, что где-то окрениться, с которым можно было напиться. они просто заблудились, у них кончился бензин, и куда они делись, неизвестно. Понимаете, это пустыня, когда нет воды, когда жажда, это телесной воды. А если нас посещает эта пустыня духовная, то есть и духовно мы должны быть на таком уровне, чтобы мы должны перенести эту пустыню. Если действительно нам будет или такое обстоятельство может возникнуть в жизни нашей, что никого не будет вокруг нас, а мы одни, вот я один примерно, или кто-то из вас молодой человек, или молодая девушка, осталась одна, одна на одном с какими-то действительно такими трудностями, такими обстоятельствами. И что тогда надо? Иметь связь с Господом, иметь общение с Господом. И поэтому, друзья, вот это вот общение, которое мы сегодня хотим совершить при общении к телу и крови Христа, это очень важное служение. И я вот читал статью тоже атеистическую в Советском Союзе, и там автор высказывает мнение, ну что такое, там вот эти какие-то христиане там собираются, они там кусочек хлеба берут, там глоток вина берут, ну что это такое? Но мы видим, что это жизнь. И посредством того, что люди, правжившие уже нас, и мы сегодня живущие на этой земле, христиане, мы действительно имеем общение с Иисусом Христом. Мы имеем общение. Мы общники Его тела и Его крови. Мы целые. И поэтому нас Господь благословляет, и мы идем дальше. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы действительно мы дальше шли верою за нашим Господом. Пусть Господь благословит ваши семьи, вашу молодежь. Пусть Господь благословит маленьких детей. Мы часто молимся за маленьких детей, особенно за наших внуков. Они растут, и как у них в их головках, что там создается, они маленькие, уже понимают, какие-то эти компьютеры уже лезут, они вот, дедушка, помоги. Я смотрю, не могу, ничего не понять. А он раз-раз, ребенок, я был у одних друзей в доме, там где-то два года только начал ходить, давай и все ему телефон, и все. Он уже все открывает, все, может позвонить, и все. Понимаете, друзья? А это мы видим, что часто приносит вред. Поэтому мы должны молиться нашему Господу, просить его помощи, чтобы Господь посылал эту защиту. Да прославится в жизни ваша Иисус Христос. Да прославится наш Бог и Царь. Я Ему слава вовеки. Аминь. Молимся. Помолимся, друзья. Молимся.